Приветствую вас, я, пожалуй, с трима дам вам ответ на вопрос, который вы задаете после, попробую вам дать небольшие комментарии, вот, к тому, что вы написали, ну, просто потому, что мне кажется это важным, просто потому, что мне кажется это заслуживающим вашего внимания и так далее. Итак, значит, вы говорите о том, значит, как достичь такого состояния, да, когда, значит, человек отличает полностью свое сознание и, значит, может, на уровне гения действует. Такое состояние, когда, по сути, поток информации обращается к непосредственному подсознанию, я лично называю гипнотическим, то есть это сознание гипноза, по сути дела. Это сознание гипноза, если мы с вами говорим именно о таких вещах, как, например, значит, подразнательная активность, неосознаваемая активность и так далее. И в это состояние человек вводится именно путем гипноза. И если это так, то вам необходимо именно введение вас в гипноз, чтобы вы действовали вот таким образом, чтобы вы могли, получается, достичь своих целей. То есть это состояние гипноза. Именно в состоянии гипноза человек может напоминать какие-то вещи, там, как-то вот воспринимать их в обход сознания и так далее, и так далее. Да, это действительно есть. Но, надо сказать, что подобные вещи довольно опасны, потому что влекут за собой, если можно так выразиться, определённые негативные последствия в виде абсолютно полной неосознанности человеком того, что он делает. И если, если, вот я прошу вас заметить, если ситуация как-то неправильно поворачивается, то человеку это наносит, по сути дела, вред. По сути дела, человеку наносится. Это только вред, и вред довольно существенный. Вот. Поэтому, исходя из данного утверждения, у меня возникает к вам такой вопрос, как у психолога. Для чего вам, или зачем, зачем, зачем вам в это состояние, ну, скажем так, входить, да, вот, для чего вам в это состояние вводиться, если угодно, вот такая формулировка будет. Для чего вам в это состояние вводить, понимаете ли вы всю опасность данного процесса, понимаете ли, осознаёте ли вы, что это может быть для вас повлечь довольно серьёзные негативные последствия в виде, там, определённых нарушений работы вашего сознания. Для чего вам также данные, данные способности. То есть я хочу сказать, для чего вам подобные состояния, то есть какую цель, какую задачу вы не можете выполнить. Вот тоже, на мой взгляд, очень важный вопрос, ведь если вы не можете выполнить какую-то задачу, если вы не можете выполнить какую-то, не можете достичь какой-то цели, то, соответственно, ну, понятно, что у вас возникает негативное состояние, и вам начинает казаться, что вы, например, ни на что не способны. Но почему? Как так получилось, что вы пришли вот к этой позиции? Как так получилось, что вы оказались в подобной вот, ну, если можно так выразиться, может быть, ловушке, может быть, как-то вот так. То есть какую цель вы не можете реализовать, и из-за чего вам приходится прибегать вот к подобной ситуации, к подобным средствам, к подобным вещам, да? Вот, об этом, пожалуйста, подумайте, и, собственно, я надеюсь, что вы придете к правильному выводу относительно того, что все-таки подобных вещей лучше не делать, а если у вас есть какие-то задачи, если у вас есть какие-то цели, если у вас есть какие-то недолитаренности, то вам можно помочь в этом, помочь их решить так, чтобы вы, ну, действовали все-таки более, скажем так, осознанно, чтобы вы действовали более, скажем так, правильно, и чтобы вы не повредили себе. Я полагаю, что это более чем реально, и вам нужно просто-напросто для этого, просто, вам нужно для этого всего лишь навсего постараться и понять, чего же вы хотите и что вам, собственно говоря, ну, нужно, что вам необходимо, чтобы сделать подобные вещи и не использовать такой вот сомнительный и довольно опасный способ, то есть, по сути, быть вне сознания, по сути, быть вне сознания того, что вы делаете. Это опасно, это опасно для вас в первую очередь. Я надеюсь, что вы меня услышали, я надеюсь, что вы ко мне прислушаетесь, и я надеюсь, что вы будете действовать уже, исходя из этих моментов, потому что они действительно важны, вот. И дело здесь совсем не в том, что мы не хотим вам, например, помогать. Дело здесь немножко в другом. Дело в том, что мы не хотим, чтобы вы делали для себя какие-то опасные вещи, которые могут привести в итоге к тому, что вы себе навредите. Я не думаю, что это что-то правильное, я не думаю, что это то, что вы хотели бы, и исходя из этого, я думаю, что от этих аспектов вам нужно отходить. На этом, я думаю, можно, в принципе, закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Я, по крайней мере, старался вам высказать все мысли, которые у меня были на этот счет. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!